Привет, друзья! Привет! Ну, посмотрите, пожалуйста. И скажите мне, пожалуйста, друзья, только честно. Я вот рисовал мужчину, мужчину рисовал, а почему-то мне говорят, что у меня девушка всё время получается. То ли потому, что у меня душа женская, добрая, отзывчивая, сопереживающая, любящая, то ли потому, что я мужчина, и поэтому у меня в голове всё время женщина. Я не знаю почему. Ну, вот я поэтому не могу понять, это мужчина у меня получился, за которого я рисовал, или девушка получилась, которая такая. Ну, краски вообще красивые. Ну, посмотрите, пожалуйста, и скажите мне. Это первое. Второе, что я хочу сказать. Помните, мне кто-то там сказал интересную вещь в комментах? Если вы читаете комменты, как я, я все читаю комменты. Да, и попросил Романа Газенко, чтобы он тоже почитал комменты, и он тоже читает комменты, там, где мы с ним вместе проводим ликбез, такой вот так вот анонсирующий вебинар, или там вебинар проводили уже дважды. И вот в комментах там один человек оригинально сказал, ну, никак вы не складываетесь. Да. А вот дама написала. Вот посмотрите, как женщина, да, дама написала. Я, говорит, раньше очень любил Романа смотреть на разных каналах телевидения, там и на Вроре, и в Сталинграде, еще где-то, но он часто выступает. Да, и очень любил смотреть, и мне очень нравилось. А потом я вдруг стал замечать, что он, как она написала? Ну, она деликатно написала. Типа, жестче становится. Или как-то бронзовее, что ли. А, бронза памятника. Ну, да, понятно. Понял, понял. Значит, да, ну, теперь, говорит, когда вы вдвоем, какое-то у меня есть ощущение, что, может быть, ваша такая мягкость и жесткость Романа сходятся в какой-то паре, взаимодействии особого рода. И, может быть, у вас произойдет что-то, нечто новое, качественное. Да, да, да. Спасибо большое за такой коммент. И на самом деле происходит. Вот о чем я и хотел сказать. Это пара, как батарея пара, которая создает генерацию, генерацию. И мы с Романом пришли к такому пониманию. И когда он придет ко мне послезавтра, и мы сделаем совместное включение, и вместе все поговорим, и он со своей точки зрения расскажет о том, какие произошли у нас синергетические изменения, переводящие нас и весь наш проект совместный с Романом на качественно новый уровень. Он расскажет со своей стороны. Это будет послезавтра. А я сейчас хочу сказать со своей точки зрения. Вот есть, например, бригада, например, бригада, и там бригадир раздает задания. И все там работают как исполнители, и что-то делают, и он командует. А вот в данном случае речь идет о том, что мы придумали, судя по отзывам вашим, что там появляются такие отзывы, заинтересованные, и которые расширяют понимание вещей, и действительно подчеркнули, что возникает новое качество. То есть по существу появляется не бригадир, не педагог, лектор, ментор или директор, а появляется некая такая синергетическая группа, которая сама, как вот эта батарея-генератор, генерирует что-то новое. Да-да-да, вот это интересно. И вот в этом смысле, помните, я очень давно и время от времени повторяла раз в месяц, что скоро у нас будет мозговой штурм, когда мы вместе будем решать глобальные проблемы человека и человечества. И одним из примеров и тренировки этого был коллективный разум, так называемый, который я называю. Когда мы картины обсуждаем, и с ваших советов я как бы заряжаюсь и что-то подправляю, что-то делаю, и в конечном счете возникают шедевры. Да-да-да, и вот часть этих картин уже в этой новой книге, которая вышла, не применил, не применил, как это, не применил, не применил Валя. Да-да-да. Вот Нелечка наша, Зарипова, литагент. Она так и называется, сейчас, чтобы, чтобы неправильно не сказать, Нелли, литературный агент. Она приехала из поездки, так что, кому книга была обещана, она вышит почтой, она будет у меня завтра, Нелечка. Да, в гостях. Так что, эта книга супер, и там как раз-таки наша школа Человек будущего Homo Futurus, и там как раз-таки создавание, совместное созидание, совместное науки человечности, это очень серьезный вопрос, потому что есть задачи, которые невозможно решить, не объединившись. И вот сейчас вот эта задача, одна из задач, когда мы, я, например, даю методики по саморегуляции на уровне психофизиологии, а Роман дает на уровне, уже включили мы совместно с ним уровень сознания, сознание, а сознание оперирует в основном словами, словами, и он помогает нам видеть, извлекать корни слов, рассказывает, как ученый, человек, науку, подсказывает, как это делать, чтобы понимать, как слова образуются, природу образования слов. и мы начинаем расширять свое понимание, как взаимодействует наше сознание с нашей психофизиологической частью, и у нас постепенно развивается лучшее понимание и себя, и мира. Это очень большое дело, это очень большое дело. и вот то, что мы мозговой штурм делаем теперь и на примере, значит, взаимодействия с Романом, создается новое качество, создается новое качество, я вам прямо скажу, вот такой школы, как у нас человек будущего, вообще во всем интернете нет, ни в одной стране нет, это первое. Второе, значит, я вам прямо скажу, и такого механизма мозгового штурма тоже в мире нету, потому что раньше мозговой штурм как, что это такое было? Ну, совещания, все собрались, и все идеи выдвигают и так далее, мозговой штурм пытаются решить в условиях какого-то ограниченного времени, какой-то вопрос важный, а здесь нет, здесь механизм новый будет, новый механизм, о котором вы еще не знаете, но вы узнаете, как говорится, новый механизм, я вам только сегодня сказал о том, что теперь роман будет не в качестве лектора, директора монотонную лекцию читать и требовать исполнения правильного, нет, он будет локомотивом, который задает генерацию совместного творческого поиска истины, потому что это уже происходит, я смотрел по отзывам, и роман посмотрел по отзывам, и мы это увидели, откуда вы думаете эта идея возникла сейчас, о которой я расскажу, конечно, она нашла луч от вас, и естественно у нас она нашла, потому что мы как раз таки и хотели, чтобы так было, а вы как раз таки масло в огонь подлили, и на самом деле теперь будут встречи совершенно в другом, с другой концепции, да, мы это еще назовем, как-то это даже, я вчера Роману позвонил и сказал, Роман, ты знаешь, что мы с тобой изобрели? Мы с тобой изобрели новый метод, где коллектив, группа является генератором решения идей, создания идей, решения вопросов, на примере в данном случае определения из корня слов их смыслов, на примере, потом этот механизм можно использовать для решения любых нерешаемых ранних задач, ну да, ну а теперь кусочек, пожалуйста, скажите, мозговой, как говорится, штурм, или коллективный разум, какие хорошие слова, мы с вами, коллективный разум, да, не критикуем бесконструктивного предложения, поэтому, пожалуйста, делите своими мнениями, что подкрасить, что убавить, что прибавить, и во-первых, девушка это все-таки, или юноша, да, а то у меня глаза замылились, понимаете, я хотел нарисовать мужчину, а у меня все время рисуется женщина, ну вы скажите, до встречи, друзья.